Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 На коллеги А.Кулакова В законы А.Кулакова 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 Подчас поборництва удельники обмениваются опытом и удосконаливают сучасные пошуково-вертовальные технологии. Чемпионат Беларуси по шматбору протягнется до 21 лютого. Вероника Гамзюкова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Акция «Один и День Беспеки» пошнется в Беларуси 20 лютого. В дни ее проведения намаганий всех держорганов будут накерованы на развитие у громадства культуры безопасности життедеянности и проведение эдукационно-выховавшей работы с подрастающим поколением. Будет проверяться система оповещения, утемлик у эфиры радиостанций и на интернет-ресурсах с допомогой отправки смс-поведомлений. На промысловых предприемствах, небеспечных объектах и в будинках с массовым знаходжением людей пройдут тренировки дзеяньев у выпадку пожара. Будут проверены силы громадянской обороны, умение оказывать допомогу потерпелым, организовывать и керовать эвакуации. Акция протягнется до первого соковика. Практичный урок для будущих будовников сегодня у Гомеля на улице Федюненского, где в худшем часе изъявится новый шмат-поверховый дом, прошли занятки для наученцев дорожно-будовничного колледжа. За ходом их проведения назирал Дмитрий Котов. Десять годин ранницы. На будовнейший объект прибывая группа наученцев. С подшаткой они проходят инструктаж по технице безопасности. После специалисты предприемства организатора занятков проводят проверку теоретичных ведов. И вот жадают, что отримливают махчимость выкористать их на практице. Например, да помахче укладывать тротуарную плитку. Уже стало доброй традицией проводить на строительных площадках открытого акционерного общества строительный трест номер 14 учебно-практические занятия со студентами строительной отрасли. Проведение таких мероприятий будет способствовать укреплению практических навыков, повышению качества обучения. Подобные занятки 14-й будовнейший трест имкнется проводить раз на тыдень, коли сприяя на дворе. Каждый раз наученцам пропонуется поудельничать у разных на прамках будовнейших работ. Выкористание сродков индивидуальной обороны – обовязковое и строгое правило. Мы когда обучаемся, мы только знаем теорию. Но прийти на практику – это гораздо важнее. Мы знаем другие процессы, мы знаем технологии. Это для дальнейшего развития нашего как дорожников это очень важно. Дорожно-будовнейший колледж супрационнейший с разными организациями Галины. Практика начинается с другого курса. Наученцы занимаются доследшей праце и наведывают будовнейшие пляцовки по всей краине. Все это в сукупности с теоретичной базой сприяя подрыхтовцы квалификованных и запотребованных у Галине специалистов. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Можны, моцны и привабны. На этом этапе дни вызначится имя владельника титула «Мистер Гомель-2020». А пока люди подрыхтовка до финального шоу, наш корреспондент Ганна Коральчук побывала на репетиции и погутарила с удельниками конкурса. Кастинг удельников конкурса «Мистер Гомель-2020» прошел в листопаде. И амаль три месяца хлопцы рыхтуются до встречи с глядочами и жюри. Все это на сцену выйдут 11 финалистов в возрасте от 20 до 33 годов. Это студенты, инженеры, барыста, массажист, дорожный рабочий и помощник машиниста тепловоза. У некоторых есть опыт моделинга и удела в конкурсах. Однако большинство решилось выпробовать свои силы у першиню. Я работаю помощником машиниста тепловоза в локомотивном депо. Решил прийти на кастинг, проверить свои силы. Не знаю, стало очень интересно. Такого подобного ничего не было. Так, а кто-то, может, поддерживал? Девушка? Жена, конечно, жена. Жена моя поддержка и опора. Сказала, что ты мистер, однозначно. Да, я всегда для него буду мистером. За час подрахтовки хлопцы прошли тренировки по хореографии и актерским мастерстве. Уденчили у спортивных и интеллектуальных гульнях, примерках и фотосессиях. Самым складанным было суместить таки насыщенный график с навучанием, тепрацией. Однако все удельники подошли до подрахтовки отказно. Мотивация на перемогу высокая. Подготовка у нас очень интересная. То есть затягивает. Советую всем в следующем году уже приходить, когда будет набор. Ну, у нас получается хореография, дефиле. Много времени занимает. Ну, конкуренты все достойные. Я сюда пришел не просто выступить, а пришел победить. Да, я уверен себе. Финальное шоу будет включать пять выходов и интервью с удельниками. По кольке конкурс пройден на переданный Дню оборонцевой очины, у жюри будут только представницы прыгожей половы. Не глядяши на высокую конкуренцию и жадание занять первое место, хлопцы относятся один до одного с повагой и амаль не хвалюются. У нас все ребята такие хорошие, добрые, отзывчивые. И уже, наверное, жюри решит, кто достоин больше этой номинации. Я могу сказать у себя, что я самый обычный парень, такой же обычный, как и наши телезрители. И, наверное, просто пожелаю всем своим удач и конкурентам. До речи, уже сейчас жюри региона могут заработать свой выбор и проголосовать за упадобанного кандидата на сайте газеты «Гомельские ведомости». Финал конкурса пройдет 22 лютого в 18.00 в городском центре культуры. А кроме гонорового титула, переможца отримает путевку у круиз. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины, информация о проектах телерадиокомпании «Гомель». Вы можете знать и на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сразу два ДТП в одном месте. В Гомеле на улице Мазурова накануне вечером произошла авария с участием автомобиля службы такси и легковушки. А через полчаса из затора на дороге столкнулись еще и два кроссовера. Авария с участием автомобиля службы извоза произошла в 19-м микрорайоне около половины седьмого вечера на перекрестке неподалеку от супермаркета. Водитель такси стал разворачиваться и не уступил дорогу «Опелю», которая двигалась со стороны улицы Головацкого по направлению Кожера. В итоге легковушку отбросило на обочину, а автомобиль службы извоза остановился поперек дороги. Пострадала женщина-водитель, которая находилась за рулем «Опеля». Ей оказали помощь в больнице и отпустили в тот же день. Такси пассажиров не было. ДТП стало причиной затора транспорта на улице Мазурова. А примерно через полчаса после аварии на этом же перекрестке произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие с участием двух кроссоверов. Не смогли разъехаться. Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание всех участников дорожного движения на соблюдение правил дорожного движения. Что касаемо водителей, то при развороте либо повороте налево водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся в прямом направлении, либо сочетающим поворот направо. Кроме этого, при подъезде к пешеходным переходам водителям нужно быть предельно внимательными и, конечно же, уступать дорогу пешеходам, которые намерены перейти дорогу по пешеходному переходу. В Жлобине за день до этого пострадал несовершеннолетний велосипедист. И тоже после столкновения с такси. Семилетний мальчик выехал на дорогу из-за припаркованных вдоль обочины автомобилей. Со слов водителя 31-летней женщины, ребенок появился на дороге внезапно. Мальчик был госпитализирован в травматологическое отделение. В ГАИ разбираются в обстоятельствах наезда. Накануне в Гомельском районе произошла еще одна крупная авария. Столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка. Не поделили дорогу сразу три авто – «Фиат» и грузовики «Дав» и «Мерседес-Бенц». Они столкнулись около поселка Красный Богатырь на трассе М5. Одного из водителей освободили спасатели с помощью специального инструмента. Его госпитализировали. Угнал авто соседа и повалил в столб. Целый букет нарушений совершил житель Гомельской области, находясь под градусом. Сел за руль в состоянии опьянения, похитил иномарку, учинил ДТП, управляя без прав. А вот и результат отважной поездки. Угонщик сообщил, что после застолья идти пешком уже не мог, поэтому взял ключи от авто соседа, когда тот заснул, и поехал с ветерком. Остановила нетрезвую удаль бетонная опора. Милиция ищет мужчину, которому в банке по ошибке выдали на 400 долларов США больше положенной суммы. Инцидент произошел в Гомеле в отделении на улице Коммунаров 6. Клиент излишек валюты не вернул. Если вы узнали этого человека или знаете, где его искать, правоохранители просят сообщить об этом в милицию. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь-4. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Победный овертайм. Жлобинский металлург на домашнем льду обыграл Неман. Столивары открыли счет в матче ближе к концовке второго периода. Никулин записал в свой актив результативный бросок. На старте третьего Сергей Малявков восстановил паритет. Минута и 10 секунд. Именно столько понадобилось хозяевам льда времени в овертайме, чтобы оформить победу. Капелец принес Викторию металлургу. Завтра Жлобинский коллектив вновь играет дома. Соперник Динамо молодечно. Гомель в этот же день ждет в гости столичную юность. Почти 80 спортсменов из пяти стран. В Гомеле стартовал традиционный международный турнир по боксу среди молодежи на призы абсолютного чемпиона Советского Союза по боксу, мастера спорта международного класса Алексея Юкова. В конце 90-х, когда состоялся первый турнир, награды оспаривали около 30 боксеров и все из Гомельской области. В 2020-м на ринг зала бокса областного центра Олимпийского резерва единоборства выходят спортсмены из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Узбекистана. А сам турнир включен в международный соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса. Сегодня высоко качество этого турнира. Он в европейском календаре. И фактически, даже, по-моему, насколько я слышал, даже стало обязательным. Первые номера белорусской сборной пропускают через этот юниорский турнир. Ну, я думаю, это очень высокая оценка. Действительно, статистов на турнире нет. Все боксеры либо первые номера в своих сборных, либо самый ближайший резерв. Такая высокая конкуренция – хорошая возможность проверить себя, а также присмотреться к потенциальным соперникам на ближайших континентальных и мировых чемпионатах. Команда хорошая, турнир, уровень неплохой, можно сказать, даже лучше, чем другие турниры. Мы, конечно, готовились. И, конечно, посмотрим сейчас, какая будет наша команда. Это наша резервная команда, конечно. Некоторые есть лидеры, в некоторых весах мы привезли. И эти тоже будем учитывать. Почему? Потому что в этот год чемпионат мира, юниорский чемпионат мира будет намечаться в октябре месяце. Ну, будем готовиться. И, конечно, надо европейский континент, боксеров надо как-то вот увидеть. Финальные поединки турнира на призы Алексея Юкова пройдут в пятницу, 21 февраля, начало в 11.00. Традиционно, призы для победителей и призеров, изготовлены Алексеем Юковым лично. Спортсмены из Гомельской области в числе победителей и призеров республиканских соревнований – звезды белорусской акробатики. В смешанных парных упражнениях – золото у гомельчанина Артура Белякова и брещанки Ольги Мельник, серебро у тандема из Гомеля Илья Фоменков и Виктория Охотникова. В состязаниях мужских пар «Весь пьедестал» заняли спортсмены из нашего региона. Победили гомельчане Алексей Заяц и Артем Ященко, серебро у Максима Маркевича и Олега Михалевича, бронза у Мазырян Кирилла Дасько и Юрия Точицкого. В женских групповых упражнениях победили гомельчанки Кристина Лешова, Дарья Иванютенко и Анна Кацуба. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова